В зоне АТО снизилась интенсивность обстрелов, но двое украинских военных получили ранения. Всего с начала суток боевики 7 раз открывали огонь по нашим позициям. А на Мариупольском направлении от противника достается и мирным жителям. Детальнее с линии огня Руслан Смещук. Передовые позиции под оккупированным Докучаевском. Город находится в подковообразном окружении вооруженных сил Украины. Блиндажи боевиков можно разглядеть даже без бинокля. Передвигаться здесь необходимо перебежками. Открытые участки приходится очень быстро перебегать, рвать дистанцию, потому что они простреливаются крупнокалиберными пулеметами и пушками БМП. Незадолго до нашего появления военных больше часа обстреливали одновременно с нескольких точек. Обстрел со стороны противника. Обстрел ввелся с двух БМП двойки и с крупнокалибренных пулеметов. Ввелся прицельно по позиции. Огонь автоматических 30-миллиметровых пушек был плотным. На позиции прилетело более 400 осколочных снарядов. Тут уже хлопцы поубирали. Вот сегодня полночку на бок. Бачите, он даже ветки поломанил. Сегодня прямо сюда. Хлопец стоял тут, а попало, вот видно. Ну, уже поубирали, сюда посметали. Вот, где с БМП снаряды развивались. Досталось и мирным жителям. Боевики накрыли огнем соседняя Новотроицкая. К счастью, обошлось без жертв, но обстрелы повредили дома местных жителей. У меня два окна выбили, одно уставили, второе не хватило денег. Зачем такое издевательство с народом? Не стреляют. В целом же на Мариупольском направлении продолжается эскалация боевых действий. Из 120-мм миномета было обстрелено Широкино. И минометы этого школы, а также минометы 82 мм было обстрелено Водяне. В целом, подчас этих обстрелов, поранения отримали 4 наших военнослужащих. Руслан Смещук, Диана Клачко, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.